Председатель законодательного собрания Забайкальского края встретился с иностранными инвесторами. Представители шведской горнодобывающей компании, специализирующейся на добычу золота в России, приехали в Забайкалье, чтобы побывать на одном из своих предприятий в Калганском районе. Шведская горнодобывающая компания работает в Забайкалье уже 8 лет. Сегодня они прибыли в край полным составом совета директоров, чтобы посмотреть, как начался сезон и принять решения по дальнейшему развитию бизнеса в нашем регионе. За эти годы мы вложили немало денег в геологоразведку и прирастили запасы примерно на 10 тонн золота. Запустили производство рудного. В прошлом году запустили производство рассыпного золота. В этом году увеличили производство с россыпи до 200-250 килограммов и производство рудного золота со 100 килограммов. В прошлом году до 300-350. И в следующем году мы хотим повысить рентабельность. Компания, зарегистрирована в Забайкальском крае, соответственно платит здесь налоги. Большинство работников рудника – местные жители. Члены совета директоров отмечают серьезную поддержку со стороны краевой и местной власти. Степан Михайлович помогает бизнесу, так сказать, с точки зрения совета, с точки зрения представления нас в кругах здесь, в Забайкальском крае. Мы все-таки не местные люди. У нас здесь есть, конечно, местный генеральный директор. Как сказал представитель инвестиционного фонда «Флеминга» флорд Питер Дарсбери, Забайкаль – один из немногих регионов, где бизнес и власть конструктивно взаимодействуют. Поэтому шведская компания готова увеличивать инвестиции и свое присутствие в регионе. Степан Жиряков, в свою очередь, предложил заняться Любавинским месторождением. Также он сообщил гостям о планах со временем увеличить добычу золота в Забайкалье до 12 тонн в год, выйдя на уровень 1989 года. Сейчас в регионе добывается 8 тонн драгоценного металла. Председатель законодательного собрания вручил гостям памятные подарки. Миниатюрный поклонный крест, установленный на Великом водоразделе, и альбом с фотографиями уникальных мест Забайкалья. Екатерина Станиславская, Сергей Рычков. Время новостей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!